Турниры подобного масштаба в Тамбое проводятся нечасто. Вот как сказали нам организаторы, в этом участвуют более 115 человек. Это впервые в нашем городе. Участники самые разнообразные. Они прибыли из десятка городов по всей стране. Москва, Липецк, Пенза и другие. В общем, ребята приехали сюда для того, чтобы показать свой класс и научиться чему-то новому. Пришел на первую тренировку и попросту влюбился в Бачату. Хотя раньше никакими танцами не занимался в принципе. О такой любви с первого взгляда нам рассказал участник фестивалей и турнира из подмосковного Ретова Антон Михайлюк. Он занимает собачатой уже три с половиной года. И все это время его любовь только крепнет. Притянуло в основном влияние преподавателя, которому попало. Доброжелательное отношение, искрометное ведение группы. И ощущение общности в этой группе. Фестиваль растянулся на все минувшие выходные. В первый вечер проведение участники познакомились с наставниками из Москвы, которые провели мастер-класс для всех желающих. Один из них – действующий чемпион по этому виду спорта. Нам все очень нравится. Да, ребята здесь очень дружелюбные, очень старательные. Пытаются впитать знания. Это очень классно. Нас всегда это мотивирует давать знания еще больше. Тамбову выпала честь стать городом первого этапа Кубка Федерации Бачата. Уровень танцоров высок. Многие занимаются этим танцем по 6, 7 и даже 10 лет. Дело в том, что танцевать Бачату можно в любом возрасте, ведь это очень социальный и довольно простой танец, характер которого замешан на чувственности и трепетном отношении партнеров друг к другу. Организаторы фестиваля отметили – мастерство наставников на фестивале выше всяких похвал. Олег и Маша – это тоже мастера своего дела, очень талантливые. Как преподаватели все всегда понятно, внятно объясняют. Классные методисты. Поэтому мы их пригласили. При всем при том, Олег, например, это чемпион России 2022 года. Самое интересное развернулось на турнире, где каждый участник демонстрировал свое мастерство и старался произвести максимальное впечатление наименитых судей. Думаю, это им удалось. Ну а Тамбов постепенно становится небольшим, но важным центром популяризации этого красивого латиноамериканского танца и ждет новых гостей на фестивале. Они явно не за горами. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.